Девушки отдыхают Мы благодарим всех за внимание и желаем вам улыбок и всего самого хорошего! Все в этот день мололи вздор, и половни эпохи шутили скоморохи! Поздравим всех, кто сердцем ют, кто скуку разогнал свою! И от души с любовью шутите на здоровье! Умный придумал кто-то, что у нас жизнь легко! 1 апреля, брось заботы, можно валять дурака, можно шутить и смеяться! Розыгрыш тоже в ходу, глупо! Дружок, обижаться! Если ты вовсе мне ест перца чуть-чуть, шепот соли! Все вам простится в тот день, можно дурачиться волю! Если, конечно, не лень! Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике смеха! Сегодня вашему вниманию будут представлены очень много номеров! Сегодня мы будем петь, танцевать, смеяться, но и, конечно же, будем вас веселить! Давайте познакомимся с нашими представителями! Сегодня в наших конкурсах будут участвовать представители от разных домов культуры и, конечно же, гости, которые находятся в нашем зале! Давайте представим вам наших представителей! Их у нас сегодня трое! Артюхова Марина Александровна Кобылянский Евгений Андреевич И Курдзинов Рамазан Эдемович Мариночка, она у нас директор Дома культуры села Генгорка и своим пень... Ой, извините! Села Стрелковая! Я вам хочу сказать, что своим пеньем она может покорить не только свое Стрелковое, но и всю ароматскую Стрелку! Женечка, представитель сельского клуба села Генгорка Точно Генгорка! Ничего не перепутала! Он у нас своей харизмой не усыпает даже Стасу Михайлову! А Рамазан, как всем известно, он у нас известный стукач! Ну, конечно, слава Богу, не в прямом смысле слова! А он любитель по барабанни! И так же из нас его знает как самого-самого лучшего барабантика! Сейчас пройдет мой первый конкурс! У нас есть 25 обычных вопросов, на которые вам нужно дать быстренько самые обычные ответы! Но для этого нам понадобятся помощники! Ну, как-то будет совсем несправедливо, что участвуют бесконечно одни и те же! Вначале, перед началом концерта мы всем раздали номерочки! Эти номерочки находятся у разных, абсолютно непредсказуемых людей! Мы даже не знаем, кто это раздавали! Ребята! Мы не знаем эти номера! Сейчас мы бы хотели позвать из зала ребенка, который уже может увидеть, назвать цифру! Давайте это будет... Ну, деток я всех знаю! Давайте маленького! Давайте вот Карина! Карина, идем! Она у нас тоже участница кружка! И у нее даже есть номерок! Так! И у нас где-то есть наша шляпа! Сейчас, с помощью номерков, мы определим, кто же будет помогать нашим участникам отвечать на самые-самые простые вопросы! Так, Кариночка, твоя задача достать отсюда... Ну, давай, будет... Ну, три помощника нам будет достаточно! Доставай! Двенадцать! Так, а ну, посмотрели внимательно! У кого номер двенадцать? Признаемся! Номер двенадцать! Найден! Так, это у нас... А, это Ангелина! Ангелочек, идем сюда! Дальше! Второй участник! Четырнадцать! Номер четырнадцать! Номер четырнадцать! О-о-о! Здравствуйте! Это руководитель села Стрелково! Заметьте, мы не знали! Сорок восемь! И номер сорок восемь! Так, молодцы! Спасибо, Кариночка! Присаживайся! Так, давайте представимся для начала! Панамарева Лариса! Панамарева Лариса! Представитель Стрелково! Чтобы не было видно! Ангелок! Ангелок! Это у нас Ангелиночка! Кстати, она из Генгорки! Юлия! Наш человек! Юлия! Она будет представлять село Счастливцево! Смотрите! Абсолютно непринужденно получилось, что... Ну... Как-то участник есть от каждого села! Ну, давайте начнем! Становитесь, наверное, в один ряд, чтобы вы были на равных правах! Давайте! Так, вы сейчас, сообща, будете должны отвечать на 25 абсолютно простых вопросов! Дать на них абсолютно простые ответы! Давайте, чтобы было интереснее, вы будете отвечать по очереди! Если кто-то не знает ответ, будет отвечать следующий! Хорошо? А самогубернать не в следующий? Не, ну все как-то! Вы будете очень долго думать все! Давайте! А, хорошо! Радиомикрофон дайте нам, пожалуйста! Ну, начнем с Рамазана Эдемовича! Поступай! А ну, постукайте для нас! О! Ну и пусть начнется игра! Давайте! Микрофон передавать надо? Конечно! Ни с какой посуды не едят! Чехот! Ни с какой посуды не едят! С собачьей! Ну, как вариант тоже можно! И с пустой! Каким гребнем голову не расчесывают? Ну, это даже смешнее, потому что петушинным! Какой конь не ест овес? Дозвый! Нет, шахматный! Я не успела ответить! Тогда еще раз, Мариночка! Давай еще раз! Холюш не успела ответить, а очень, наверное, хотела! Вопрос с подвохом! В темной комнате стоит свеча и керосиновая лампа! Что сначала зажжет входящей в комнату? Свет! Спичку! Молодец! Поехали дальше! Может ли петух назвать себя птицей? Я смотрю на петух! Ангелиночка, может ли петух назвать себя птицей? Конечно, нет! Почему? Потому что он петух! Нет, потому что он просто не умеет говорить! На что похожа половина яблока? На половину яблока! Молодец! Юлечка, когда черная кошка, твоя домашняя, легко всегда проберется в дом? Я не вижу, у меня нет черной кошки! Допустим, у тебя есть черная кошка, когда ей проще всего пробраться к тебе в дом? Тоже вариант! А когда мама зашла, дверь закрыла, а после нее зашла Юля и не закрыла дверь, может зайти? А что ей три вопроса? Значит, Рамазан Аденович, лично для вас, когда черная кошка, вернее, черные кошки, легче всего пробраться в дом? Ночью! 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 Но ночью, конечно, не думаю однозначно. Но я больше не буду стрелять. Когда открыта дверь? Какие часы показывают верное время дважды в сутки? Песочные! Давайте, давайте! Часовые! Тоже не думаю! Они также могут 12 часов показывать одно и то же время в сутки, потому что 12-часовые! Ну, дважды в сутки! 12! Нет, те часы, которые стоят дважды в сутки, они будут показывать верное время. И три? 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 Нет, в сутки только дважды. Ну, да. Что произойдет с красным шелковым платком, если его опустить в кипяток на пять минут? С красным шелковым. Помним, если не знаем ответ, то можем передать дальше. И еще раз передать дальше, если не знаем ответ. Платок выкипит и ставит вода красная. Нет. Это качественный платок. Это китайский шелк. Так, качественный или китайский? Вы определились. Это качественный китайский. Так, что произойдет с красным шелковым платком, если его на пять минут поместить в кипящую воду? Свалится, что с ним еще может быть? Ну, более простой ответ. Просто. Так, передал дальше. Станет мокрый, вам помогает. Мокрый. Наша сейчас литка помогает вам китворке. Ладно, Юлечка, тебе очень простой вопрос. Маленький, серенький. Ну, да, ну он просто очень похож на слона. Лишка! Ну или просто маленький слоник. Какой узел нельзя развязать? Рамазан Владимирович. Вот вы не можете его развязать. Я звонок другу, может? Можно, Свете может позвонить, может она и знает. Какой она мне друг, она мне жена? Узелков. Все узлы узелковые. Ну? Дорожный. Железнодорожный. Дети вам помогают, понимаете? Вы только умеете только барабанить. Слушаем внимательно. Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? Что? Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? Земля или мост? Или вода? Или под обуви, например. Или подметки. В подошву от обуви. Что? С земли можно с легкостью поднять, но не можно далеко забросить. С земли поднять далеко не забросишь. Камень. Не, ну камень можно далеко бросить. Деньги поднял, он больше не бросает, в магазине потратил. Мы говорим, деньги. Деньги. Ну как говорят, можно оставить деньги. Взять легко, а выбросить, конечно, не каждому охота. Ну это наша версия ответа. Правильный ответ, Ольга Анатольевна. Ух, пух. Я говорю, пух. Ну вот тебе, чтобы я его полагаю. Повторите я его. Ребята, если знаем ответы, то можно помогать. Хорошо? Что можно приготовить, но никак нельзя съесть? Вопрос задает Сусана Аметовна. Я уже ходячая подсказка, стоячая здесь. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Ангелина, кем я работаю? А, учителя. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Домашнее задание. Что может быть больше слона, но легче его? Дерево, камень. Спросите их лучше, они лучше знают. Ребята, а ну внимательно подумали. Что может быть намного больше огромного тяжелого слона, но намного его легче? Его тень. Мой ответ, его тень. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? Этот вопрос писала Сусана Аметовна. И опять я подсказка. Что становится больше, если его перевернуть? Мне микрофон не давать. Ну давайте, ребята, думаем, тем более. Это какое-то число. Ребята, ладно, какое число нужно перевернуть, чтобы оно стало больше? Число. Правильно. Первый класс знает, что число 6 нужно перевернуть, получится 9, соответственно, плюс 3 получилось больше. Сусана Аметовна, это не первый класс, это второй. Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться? Спрыгнуть, взять руки в большое белье и вот так лететь на парашют. Оригинальный ответ, может, у кого-то есть правильный? А ведь может... Ладно, тогда можно просто спрыгнуть с самой последней ступени 10-метровой лестницы и не ушибиться. На какой однозначный вопрос нельзя ответить «да»? На бесконечный. Вопрос, конкретно вопрос. Бесконечный вопрос, нельзя ответить «да». Это какой? Бесконечный вопрос? Бесконечный-бесконечный. Нет, это конкретный вопрос. Нет, он должен быть однозначным. Однозначный, бесконечный вопрос? Нет. Вы спите? Вы спите? Вот вам однозначный вопрос, на который нельзя дать положительного ответа. Нет, это будет однозначный вопрос. Оригинальный, Евгений. Когда лошадь покупает? Какая она бывает? Маленькая. Покупает. Хорошая лошадь. Смотри, по чему покупают. Маленькая. Маленькая. Чистая. Мне подсказывают. Ну, пусть чистая. Еще варианты. Смотри, по чем покупают. Дети. У родителей много денег, они покупают большую лошадь. Хорошая, дорогая лошадь. Но когда ее покупают, она... Хорошая лошадь, потому что фамилия у меня хорошая, я не могу про лошадь плохо сказать. Непита, кричи мокрой. Влажная, мокрая. Маленькая, мокрая. Почему корова, когда устанет, ложится? Корова устала, лягла. А ты как делаешь? Я сажусь. А я прилягаю. Ну, видимо, ребята в зале. Нужно было номерочки первому ряду тоже разбудить. С понедельника даем уроки Рамазану Демовичу. Да, потому что она не умеет сидеть. До каких пор можно идти в лес? Ну, это очень такой серьезный вопрос, над которым нужно очень серьезно подумать. До каких пор можно идти в лес? Собаками только сейчас можно идти в лес. Пока не выйдешь. Пока не выйдешь. Ну, а давайте подумаем логически. Идти в лес. Берем логически. Лес 100 метровый. 50 метров мы идем в лес. Следующие 50 мы что делаем? В лес. Молодцы. Значит, да когда можно идти в лес? До половины. А дальше мы выходим. Какой болезнью никто никогда не болел на земле? Гриф. Есть болезнь свинка, да? На земле болели? Да, на земле нет. Птичка, рыбка. Это не болезнь. Нет, это конкретная болезнь. Ну, просто на земле не болеют. Ну, она очень простая. Обычный вопрос. Какой рвы? Ну, космическая, звездная. Вот ближе, ближе, ближе. Ну, мы живем где? На арабатской стрелке. У нас песня морская. Морская, правильно. Звездная болезнь тоже никто не болеет. Евгений, это не о вас. Особенно ты. Какими двумя нотами можно измерить пространство? Какими двумя нотами можно измерить пространство? Вдруг, выбирай. Миля морская. Мало. Так, ну, одна, что вы сказали. Миля. Умничка. Как написать сухая трава четырьмя буквами связь? Сену. Сену. Не помогайте. А может, мы выйдем отсюда, лень? Сен. Иди сюда. Сен так все. Как траву сухую назвать? Сену. Ага. Очень хорошо. От чего плавает утка? От берега. От берега. Отлично. И это я ответил. Это не стрелковый. Отлично, Евгений. Самый-самый интересный. Мужчина вел большой грузовик. Пары у машины не были зажжены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как удалось водителю разглядеть женщину? Красивая была и остановился. Пары не горят. Луны нет. Так она ж красивая, она светит. Большой грузовик. Был день. Был день. Был день. Красота не знает границ. Правильно. Третий класс отвечает. Был день, Евгений. На женщин можно смотреть даже днем. Мы передаем микрофон. Ну давайте так. Колюш, два вопроса. Сложные. Самые последние два вопроса, они были сложные. Юлечка, передай микрофон Рамазану Демовичу. Так. Мужчины будут солидарны с женщинами и девушками и ответят на эти вопросы самостоятельно. Евгений ответил на один, на второй ответит Рамазану Демовичу. Если пять кошек ловят пять мышек за пять минут, сколько минут понадобится одной кошке, чтобы поймать одну мышку? Одну. Одну. Пять минут. Молодцы. Дети в зале. Пять минут. Пять кошек ловят пять мышек за пять минут. Сколько понадобится минут одной кошке, чтобы поймать одну мышку? Нет, пять. Они же пять минут ловят. Какие-то кошки у вас, я не знаю. Давайте скажем спасибо. Поблагодарим хорошими, денежными и сладкими призами наших участников. Рамазана, Женю и Марину мы попросим за кулисы. Дальше мы продолжим веселыми номерами нашу программу, а участников попросим остаться. Для вас у нас денежные призы и обязательно сладкие и утешительные. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Боль впереди, пустота позади Зачем я смотрю назад? Ноты любви на глубине души Не звучат Первые чувства стали болью для нас Для нас, для нас, для нас Раны оставила Кто виноват? И где же мы сейчас? Плачем, теряя Отвинись, я же рядом Говорить нам не надо Прочитаешь сам Все по глазам Отвинись, я же рядом Говорить нам не надо Обещаю, что я не вреда Думала, что это все не со мной Себя я запутала Стала душа моя совсем не мой Без тебя Знаешь, опять судьба прошла мимо нас Но я понять не смогла Кто виноват? И где же мы сейчас? Плачем, теряя Отвинись, я же рядом Говорить нам не надо Прочитаешь сам Все по глазам Объяснись, я же рядом Говорить нам не надо Обещаю, что я не вреда Объяснись, я же рядом Говорить нам не надо Прочитаешь сам Все по глазам Оглянись, я же рядом, говорить нам не надо Обещаю, что я не предам Оглянись, я же рядом, огнись, я же рядом Говорить нам не надо Прочитай, что все по глазам Оглянись, я же рядом, говорить нам не надо Обещаю, что я не предам Я не предам Детра, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой Детство, детство, ты куда постой? А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Доснить Наташку, дергать за косу Нас дома опять семчатся по двору Старушки из коса на нас летят Не узнают вчерашних запияк А мы с Наташкой по двору идем И нет нам дела больше ни о чем А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Доснить Наташку, дергать за косу Нас дома опять семчатся по двору Детство, 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 детство Детство, детство, ты куда ушло? Где уютный бутолок нашло? Детство милого мне не дотрать Остается с грустью вспоминать А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Доснить Наташку, дергать за косу Нас дома опять семчатся по двору А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Доснить Наташку, дергать за косу Нас дома опять семчатся по двору Доснить Наташку, дергать за косу Доснить Наташку, дергать за косу Субтитры сделал DimaTorzok Камнев? Да Андрей Андреевич? Угу Вот, пожалуйста Пять? Да, пять Вы поставили мне пять? Что вас смущает? Пять, это же отлично Пять, это прекрасно Да, пять это отличная оценка, если она стоит в зачетке А в зарплатной ведомости должно стоять 15 тысяч гривен Я профессор математики Вот почему у вас у бухгалтеров стоит 50 тысяч гривен, а у меня пять? Вы Камнев Профессор математики Кому как не вам знать, что ноль это ничто В таком случае поставьте мне этот ноль Да пожалуйста, мне не жалко, вот ваш ноль, пожалуйста Вот, пожалуйста Что вы сделали? Вы поставили ноль пять Вы что, издеваетесь надо мной? Это я над вами издеваюсь? Это я издеваюсь над вами? Вы каждый раз превращаете зарплату в фарс какой-то Вы каждый раз возмущаетесь Никто из ваших коллег не возмущается, и только вы возмущаетесь Да потому что мои коллеги заработают две тысячи гривен У них нет сил возмущаться Вы хотите сказать, что я учился 15 лет, чтобы получать вот такую вот зарплату? Никто не просил вас учиться 15 лет Никто не просил вас учиться так долго Могли бы закончить двухнедельные курсы бухгалтеровы, сидели бы здесь? Да вы ко мне просто придираетесь Это я к вам придираюсь Это я к вам придираюсь Вы посмотрите на себя На кого вы похожи Эта рубашка Вы неопрятны, некрасивы Эта рубашка, вы ходите в ней месяц, не снимая ее А этот ремень, этот джинсовый ремень, зачем вы его одели в брюки? Так никто не ходит А эти носки, ваши носки, они штопаны, перештопаны, я вижу Да вы видите мои носки, потому что на мне нет ботинков Так все, убирайтесь отсюда Мне некогда с вами здесь рассусоливаться И я собираюсь в Брюссель на съезд математиков Подождите, почему вы едете в Брюссель? Я математик, я должен ехать в Брюссель Да вы математик, вы математик Но на шенгенскую визу нужно цветное фото А у вас серое землянистое лицо Вас никто не пустит в Европу Я молодой человек этого так не оставлю Я сам лично видел, вы гор, вы гор, вы вечером выносите деньги из института Да что вы говорите И это говорит мне человек, который выносит из нашего храма науки самое святое хлеб из столовки Вам не поздоровится, я всем расскажу, вам не поздоровится Я этого так не оставлю, я буду жаловаться, знаете кому? Знаете кому? Саму Петру Алексеевичу Ну, кому вы там будете жаловаться на меня? Вы, ничтожество на меня, на бухгалтера Кому вы будете жаловаться, а? Вы, ничтожество, кому вы будете на меня жаловаться? На меня, на бухгалтера, на известного человека Кому вы будете жаловаться, а? Что это, печенька? Да, это печенье Старое петель я дам с собаком. Я этого так не оставлю, я буду шаловаться. Самое главное, министерство образования. Кому вы там будете шаловаться, вы? Кому вы будете шаловаться на меня? Запейте, запейте это все. Это соляная пизлота, чтобы вы поменяли рубашку и брюки. Убирайтесь отсюда. Мне некогда с вами рассудориться. Вы не спрашивайте меня, почему вы получили зарплату. Убирайтесь с бомбовым сезам хлеба. Ну, ехать в муе сердце с таким настроением. Мама, ты видела, как он у нас был жмель. Слайдишь сюда. Ну, наши участники немного отдохнули. Вы немного повеселились. Давайте продолжим. Ну, и по старой традиции нам опять нужен ребенок. Давайте возьмем Виталину. Иди сюда. Так, сегодня спросом пользуется первый класс. Давай, зайка, выбери нам. Ну, три человека нам будет опять достаточно. 33 номер. 33 номер. А ну. Просим, просим, просим. Продолжаем дальше. 7. Номер 7. Ну. А у тебя? О, Виталина остается здесь. Продолжаем дальше. 49. И номер 49. Номер 49. Не вижу, Илья или Мансур. Кто из вас выходит? Мансур. Умничка. Идемте. Поаплодировали все участники-представители села Чеснинцево. И в этом конкурсе, конечно, вам придется потрудиться. Ну, давайте подскажу вам. Самое главное в этом конкурсе знать, что же такое однозначный ответ. А это ответ, который можно дать либо да, либо нет. Ольга Анатольевна? Одним главным условием является тишина в зале. Помогать не надо. А что, помощь дала, что не присутствует? Вам надо будет только дать ответ. Да или нет. Он вам будет задавать вопрос. Он. Ну, или она. Он или она. А это представитель Дома культуры или клуба. Давайте попросим первую. Попросим Мариночку. Мариночка, выходи, пожалуйста. Сейчас мы тебя спрячем за нашей избушкой. Твоя Марина задача. Твоя Марина задача задавать наводящие вопросы, а задача присутствующих на этой сцене говорить да или нет. И таким образом ты будешь должна отгадать того мультипликационного, запомним, мультипликационного героя, который изображен на изображении вместе с твоим лицом. Ну, поехали. Я девочка? Нет. Мальчик? Да. Ага. Зарубежный мальчик. Диснейлендовский мультик. Не знаю. Да. Да, да, да. Так. Мариночка, давай дальше. Ты живешь где? Я живу где? Где? Нет. Я живу в Лес... Я в Стрелковом, понятно, живу. Я в Лесное? Да. Ага. Шрек? Очень хорошо. Наводящие вопросы. Давайте, Мариночка, умничка, посмотри на свое изображение. И давай, ты тоже будешь помогать. Иди сюда. А теперь давайте позовем Женю. Женя, ты уже отдышался. Следующим героем будешь ты. Женечка, выходи сюда. Женя. Женя не готов. Давайте попробуем. Рамазан. Все-таки Женя. Женечка, твоя задача с помощью наводящих вопросов... С помощью наводящих вопросов угадать. Изображение какого героя нарисовано на... На тебе. Запомни. Это мультипликационный герой. Я красивый? Душка. Душка? Да. Мультяшный какой-то герой? Мультяшный герой. Мариночка, да или нет? А, да. Мультяшный герой? Да. Американский? Нет. Русский? Конечно. Ну, советский в смысле. Ну, погоди. Ну, волк? Нет. Заяц? Нет. Волк? Нет. Заяц? Нет. Ну, ладно, продолжим. А какие еще есть мультики вообще в советском сайте? Подумай. Мне неудобно, мне здесь тесно. Я... Мне в голову... Давай, еще вопросы. Я с ушами? Ну, естественно, я с ушами. Да. Еще. Я животное? Нет. Нет. Человек? Конечно. Да. Да? Да. Значит, какая профессия у меня, значит, там. Почтальон Печкин? Нет. Еще. Вот это, конечно... Давай, давай, давай. Жене, для стимула одна минута. А, я вообще не представляю себе, что там нарисовано. Советские мультики. Простоквашины? Простоквашины? Нет. О, Господи. Значит, не, ну, погоди, это точно. Еще. Вот он только так тоже делает иногда. Что, что? Он так иногда делает. Да? Да. А кто что-то такой? Давай спросим, в чем ты одет? Где ты живешь? Слушай. В чем я одет? Да, в чем ты одет? Да. Да, хороший ответ. Очень мне помог. Конкретно. Я в рубашке? Да. Запутался еще больше. И в штанах. В штанах? Ну, не в трусах же, конечно. Ты полностью одет. Наверное, и в трусах. Полностью одет. Какой же это герой? Какой же это герой? Вообще все герои в мультиках одеты. Гарлстан! Молодец, малыш. Ну, и теперь пришел в черед Рамазана. Женечка, ты вставай сюда. Будешь помогать ребятам. Рамазан. Ну, давай. Ну, я просто уже устала так ждать, пока Миссан отгадает. Так, ну, Рамазан, для тебя напоследок. О, ребята, тишина. А, тишина в зале. Если чисто, я даже не уверена, что он знает, что бывает такой персонаж. А кто будет подсказывать им? Ты задаешь вопрос в наводящие. А они говорят только да или нет. Хорошо? Я человек? Нет. Я сейчас оскорбление вообще-то говорю. Я русский? Нет. Правильно, я Татарина. Отлично, ее, чтобы обмануть. А я из мультика какого-то? Да. С какого? Да. Тихо, тихо. Подсказки зала не все. Я полностью одет. Да. Что, полностью одет? Это точно мультик? Да. Томми Джерри? Нет. А еще? Я ж мультики не смотрю, мне Света не разрушает. Здесь Света с зала подсказывает, что он не знает этот мультик. Да я не смотрю мультик. Ладно, давай, Равазан, сделаем наоборот. Мы тебе задаем, мы тебе говорим наводящие предложения. Вот так он делает. Вот так, да. Он победитель? Да. Еще. Он мастер всего. Он мастер. Он маленький. Он синий. Он синий, синий. Самое главное, что он синий. Всегда чинен. Вы его еще больше запутали. Он всегда синий. И делает вот так, представляешь? Так он, что пьет, он всегда синий. Он мультик, а то будет не патрян. А какие мультики есть? У него он синий. ЧПДЛ? Нет. Да, нет, они пьяные. Синий куда на помощь пойдут? Ну, он тоже, он хоть и синий, приходит на помощь всегда. И все чинит. Чинит, чинит. Давайте, коли уж Ромазан не знает этого мультика, скорее всего, он не знает, кто этот герой. Ребята, сейчас в один голос название мультика. Чините. Как зовут героя? Ноли. Ромазан Афимович, выходите и посмотрите, кем вы только что были. Вы только что были Ноликом с Фиксиком. И не каким-то седаком. Спасибо всем огромное. Наши участники получают денежные и сладкие призы. Ромазан Афимович, выходите. 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 На-на-на-на-на-на... Я так люблю, так любиться, Мене закопили ці ноги. Бачиш, я така щаслива, Дозволяю в сонці плечі цілувати. Цілуй! Згодіть чекати! Сонце в моїх долонях І в телефоні твоя усміхнеться Смайли! Малюю знову, Все буде кльово, І світ навколо усміхнеться. Сонце в моїх долонях І в телефоні твоя усміхнеться Смайли! Малюю знову, Все буде кльово, І світ навколо усміхнеться. Так я люблю, Щоб я знав, Небо про мене світило. Знов захопили ці ноги, Бачиш, я така щаслива. Дозволяю в сонці плечі цілувати. Цілуй! Згодіть чекати! Сонце в моїх долонях І в телефоні твоя усміхнеться Смайли! Малюю знову, Все буде кльово, І світ навколо усміхнеться. Сонце в моїх долонях І в телефоні твоя усміхнеться Смайли! Малюю знову, Все буде кльово, І світ навколо усміхнеться. На 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 на... Сонце в моїх долонях І в телефоні твоя усміхнеться Ессемеска. Смайли ! Малюю знову, Все буде кльово, И свит навколо усмехнеться Солнце в моих колонях И в телефонах твоя усмехнеться СМС-ка, смайли Малюю снова, все будет в него И свит навколо усмехнеться Наналалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем ты так делаешь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Гаврилогин ДимаTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Ну и возвращаемся к номеру 19 В конце концов Ребята, выходим Ну давайте все-таки вызовем Кого-то постарше Давайте вот сзади машут рукой Отсюда совсем не вижу Вот тот, кто машет прямо сейчас Выходит сюда Так Это у нас идет Не вижу, а Настя Ну и давайте кого-нибудь с класса 10 или 11 Нет, надо постарше Вот, Олечка, идем сюда Потому что они совсем маленькие Могут не разобраться Ребята, ваша задача Сейчас сюда выйдут представители Домов культуры Они будут слушать музыку В течение, ну пусть полуминуты И они будут вам показывать Они должны будут вам показать Либо название Девочки, мальчики, мы слушаем Либо название, либо строчку из песни И ваша задача ее отгадать Так, те, которые отгадывают Выстроились вот сюда Нельзя говорить вообще Участника Ну давайте, Женя первый, раз он все очень сильно хочет Ну давайте, ты самый младший, поэтому ты будешь номер один Я самый молодой Давайте, он самый молодой Женечка, ты слушаешь мелодию Потом, только с помощью жестов Ты должен будешь показать Либо ее название, либо исполнителя Ну и либо же строчку из песни Если тебе так удобнее Хорошо? Хорошо Ну давайте, поехали Участники смотрят внимательно Следят за каждым жестом И отгадывают Заново включи Ну песня это 2015 года Каждая из этих песен Которая достанется каждому из участников Это хит 2015 года Каждый из этих хитов В какой-то промежуток времени Занимал несколько недель Первое место на хит-парадах На украинских хит-парадах Ну я думаю, Женя уже достаточно Танцуй Да куда танцевать? Тут не покажешь Тут А понятное дело, что он в бою Это ж песня была Замедлилось время? А ну-ну, говори Замедлилось время Кому говорю, говори Ну Он еще Это ж он, как его Ну пока Женя совсем с Настей не разделался Она ведь строчку сказала Будто бы замедлилось время Хит моего лета Настя получает Свой заслуженный приз Продолжаем дальше А следующая будет Мариночка У Мариночка Удачи! 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 Дмитрий Классный Он Классный Я классный И она классная Я тоже классная Я-то тоже классный Классные, классные такие. Она, она и он. Она, это она найдет. Вы классные. Вы классные, да. Она не совсем классная, а вы классные, да. Женщина. Она тоже женщина. А, она не женщина. А, она мужчина, да? Мужчина и женщина. Да. Он ее ведет куда-то. Вы. Я. Вы. Я. 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 Иду. Я Исара, клёва пара. Барабаны ему не включайте, он все наизусть тоже знает. Пусти мне, батюшка, грехи. Никто не отгадает. Пусти мне, батюшка, грехи. Пусти мне, батюшка, грехи. Любовь моя, засыпай. Спасибо всем большое. Присаживайся. 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 Подружка светлорусая, Забы твои глаза. И голос с ноткой грустною И трудно, и нельзя. Удача дело случая, но как иначе быть Мы обе верим в лучшие и обе любим жить Женская дружба не отдыхает, всякое в этой дружбе бывает Но если нужно, очень мне нужно, ты будешь рядом Правда, подружка, най-дай-дай-дай-дай-дай Подружка черноглазая С горячей душой Ты вся такая разная Мне хорошо с тобой Что вместе было пройдено Успеть и не забыть Мы обе очень гордые И обе любим жить Женская дружба не отдыхает, всякое в этой дружбе бывает Но если нужно, очень мне нужно, ты будешь рядом Правда, подружка Мажорными аккордами Крохочет небосвод И сделаю смородиной По мокрой крыше пьет Дорога черно-белая Опасна, как судьба Моя подружка смелая Надеюсь на тебя Женская дружба не отдыхает Всякое в этой дружбе бывает Но если душу Выплеснуть нужно Сердце открою Только подружке На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Давайте еще. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 У кого аппарат есть, тот молчит. У кого нет аппарата, тот говорит. Да, давай. Говори. Что? Кому говорю, говори. А, ну говори. Что? На. Ты же сама это придумала. У кого есть аппарат, тот молчит. У кого нет аппарата, тот говорит. Есть аппарат, молчишь. Нет аппарата, говоришь. Главное не сломать эту хрупкую цепочку. Да, это ты правильно сказала. Чего? Говорю, верно все говоришь. Ты дура, нет? Походу сломали эту хрупкую цепочку. Я же тебе говорю, у кого есть аппарат, тот молчит. У кого нет аппарата, тот говорит. Есть аппарат, молчишь, нет аппарата, говоришь. Есть, молчишь, нет, говоришь. Что тут неясного? Дай сюда. Что? Что ты мне в отличие? Кто аппарат сломался? Что? Да не сломался! На! На! Не сломался твой аппарат. Я все хорошо тебя слышала. Ты что, с ума сошла? Ты мне отдала аппарат, тем самым закрыла мне рот. Я не могу говорить по условиям нашей договоренности. На! Твоя цепочка правильная, но неверная. Как я могу угадать, что ты мне хочешь сказать, если аппарат у тебя? Да если я захочу тебе что-то сказать, я тебе отдам аппарат. Это я что, сейчас сама себе сказал? Что, губы шевелятся, ничего не слышу. Да ну что ты? Я тебе отдаю аппарат, ты молчишь, я говорю. Ты мне отдаешь аппарат, я молчу, ты говоришь. Ты дура старая! Я сама дура старая. Ты все слышишь без аппарата. Да что ты сдохла. Да что ты, хамаз сдохла. Иди отсюда уже, старая ты дурая. По конкурсам Ольга Анатольевна сейчас спустится в зал. Найдет несколько очень взрослых, очень взрослых, поэтому детки ведут себя спокойно, очень взрослых людей, которые будут читать предложения. Это прозы, которые всем очень известны, но задача тех, кто получит фразу, прочитать ее только до многоточия, а ответ прочитать только после того, как наши представители домов культуры, ну, предоставят нам свой не менее смешной и не менее правильный ответ. Давайте поздрем Марина, Женя и Равана просим вас на сцену. Марина, Женя и Рамазан. Аплодируем. Ваша задача. Ольга Анатольевна пошла в зал ближе к людям, к нашим зрителям. Она им раздала всем известные фразы. Но ваша задача, фраза будет отчитана не до конца. Ваша задача придумать, как можно веселее для нее окончание. Ну и, естественно, произвести его. Берите микрофон. Ну да. Это для вас будет командная игра. Мы подойдем к микрофону. Нет, это будет, назовем ее командной игрой. Вот вы команда. Вы объединились. У нас децентрализация. Вы все вместе. И сейчас ваша команда наших объединенных сел будет отвечать на подготовленные нами вопросы. Ольга Анатольевна, я вас не вижу. Мы уже готовы. Первый вопрос. Дочитываем только до многоточия. Правильный ответ читаем только после того, когда уже дадутся ответ. Ну, поехали. Хорошо быть негром. Дальше. Хорошо быть негром. Ну, давайте, давайте, оперативней. Ну, давайте. Можно повторить вопрос? Хорошо быть негром. Ну, если все черное. Правильный ответ. Дырки на носках не видно. Следующий вопрос. Трудно в темной комнате найти носки. Трудно в темной комнате найти носки. А я разбросал. Давайте музыкальное сопровождение, чтобы было весельнее думать. Ну, давайте. Еще раз вопрос. Трудно в темной комнате найти носки. Это негр замешан тот, который в предыдущем вопросе был. И правильный ответ. Если они не пахнут. Если они не пахнут. А если нос запихнут? Ну, это уже второй ответ. К тому же был бы тоже правильный. Следующий вопрос. Идеальный брак. Она играет одну скрипку. Еще раз. Еще раз и погромче, пожалуйста. Идеальный брак. Она играет одну скрипку. Он играет на второй скрипке. Но только смычок сделан из ее волос, наверное. Правильная дверь. А его по барабану. О, это как раз. Удивительно, что Ромазан Эдемович не ответил. Продолжаем дальше. Рыжий, рыжий, Конопаты убил дедушку своей? Ну, как бы правильно дети ответили. Но вот у вас же должен быть свой ответ. Ну, давайте, Мариночка, отвечайте. Давай. Еще раз вопрос. Рыжий, рыжий, Конопаты убил дедушку своей? Ребята, чуть-чуть потише. Чуть-чуть потише. Еще раз, пожалуйста. Рыжий, рыжий, Конопаты убил дедушку своей? В жизни все бывает. Но лопаты здесь ни при чем. Правда, это неверный вопрос. Ответ. Сексуальная внешность. Следующий вопрос. Гинеколога легко распознать среди других врачей. Сережа, иди домой. Неправильный ответ. И все же, какой правильный ответ? У него часы застегнуты в области локтя. У него часы застегнуты в области локтя. Следующий вопрос. Человек с высоким содержанием сахара в крови, загорая на пляже. Человек с высоким содержанием сахара в крови, загорая на пляже. Еще раз вопрос, пожалуйста. Человек с высоким содержанием сахара в крови, загорая на пляже. Ну, потаивая немножко. Слегка забродил. Слегка забродил. В первом ряду у нас есть вопрос. Почему дети вырастают избавленными? Почему дети вырастают избавленными? Не знаю, как с другого, но у нас дети нормальные. А правильный ответ? Потому что некому отшлепать бабушку. Хороший вопрос, хороший ответ. Еще вопрос. Скружил девушке голову так, что... Скружил девушку голову так, что... Скружил девушку голову так, что... Умерла от счастья, он же скрутил ей голову. Ее тошнило 9 месяцев. Это именно то, что я не хотел произносить Женя вслух. Я не хочу туда. Евгений, ну это точно вопрос для вас. После прививки мальчик не выкидывал ватку, потому... А как, почему? Потому что родители не наливают, он хотя бы ватку поднюхает. Правильный ответ? Потому что оно пахнет папой. Правильный ответ. Перепишите. Так, есть еще вопросы? Так, давайте, еще один вопрос последний остался. У арабского шейха весь день было плохое настроение, видимо... У арабского шейха весь день было плохое настроение, видимо... Тут 9 месяцев. Видимо, глаза песком засыпаны. Правильный ответ, Наталья Ивановна? Ответ, Наталья Ивановна? Просто сразу тошнило, троих 9 месяцев. Нет, просто утром встал мне с твоей жены. Ого! Вы, я сейчас такое вам доска... Вопросы закончились, поаплодировали нашему участнику. Малости! – Зачем за день? – Поаплодировали ноутбуковую A4-8-4-9-5,0-7-5,0-3-dr8-8-5,0-5-6,0-0-5,0-6-0-6,0-6.0-6,0-6,0-6.0-7-X,9. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сколько было дорог, сколько было друзей, сколько бы я не жила, жизнь мила все сильней, а кого б не ждала, тот приходил вновь. Жизнь одна карусель, жизнь это не кино, сердце напополам не разделено, мне увидеть тебя необходимо. Ай, я стою на краю берега силиморя, ай, я сама себя зову берега силиморя, ай, я сама себя зову берега силиморя. Сердце нам пополам неразделимо Мне увидеть себя необходимо А я стою на краю берега Синего ряда А я сама себя зову берега Типоле У лисицы была избушка ледяная А у зайчика лубиная Пришла весна красна У лисицы избушка растаяла А у зайчика стоит по-старому Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду без него петь Пошел вон Я не сошел с ума Пошел вон Я все вырвожу со мной Только имени мое военное Не подыруто Если на твоя ряда А не ты Пошел вон Я дочка, дочка, дочка Я в окне и дверь Оказывается ясно тучи Помоги мне Помоги мне Помогой Выходи из дома Помогой Я все горю Пошел вон На небо за звездочки Конечно все уже будет кончиться Еще один мучительный день пройдет И захочется Жить захочется Четыре лапы Влажный нос И очень умный взгляд Шагает милицейский пес Он за ступину дарят Он свет возьмет Где следа нет Он не боится зла Огонь от рака Пистолет Обычные дела Помоги мне Помоги мне Выходи на улицу Из квартиры нужной В эти стены Белый стень твоя Выбежем Зажмуриться Непременно Нужно Под ногами Будет белая По лозам Пройти по ней Тест на опьянение То есть состояние Трезвости После долгих дней Получи растений Так не сумевшим Не расти Че ты гонишь Мусошняг Не подел Че ты паришь Мне про мари И какой Ой Ой Че базуришь Ты на пулке Не товар И пугаешь Под лобову Колыбу От вашей грязи Мусорской Анастрогдан Поела В доме У хозяина Хачей Я раньше Срок Отмыл Тело Отзвонилась По актировке Лазаретовских Врачей Я тучка Сучка Сучка Я вовсе Не медведь А как приятно Тучки И поймут И пей Было все у меня И любовь И покой Каждый вечер Ты был дорог И каждая ночь Все прошло Как туман Над холодной рекой Ты спасти Не сумеешь Не сможешь Помочь Я не насильник Поверь Мне Снима Может Там дальше Невыносимо Пошлю его Налево За звездочки Конечно Все хуже Может кончиться Еще один Мучительный день Пройдет И закончится Жить Закончится Я одинокий волк Когда любишь тебя Я нежный слов Нашел Ты мне одна Нужна Я одинокий волк Пройдя до шеции Есть Тебя вернулись В свете Я в каждом Выкнись Но Помоги Мне Помоги Мне Помоги Попытайтесь Скорей На пол Я специально Для тебя Гитару Препер Я сыграю Для тебя На Аккордах На платных Ну а Пленивый Нежный Кто Получит Попытых Алла Айгур Ты кто такой Давай До свидания Ты кто такой Давай До свидания Иди Гуляй Теперь До свидания Я петух Бежевок Городня Я Восторг Ведущий Друзья Восторг Восторг Вставая Ждет тебя Вахта Трудовавая Попопоп Попопоп Помоги Мне Помоги Мне Опа Ганггам Старх Ганггам Опа Опа Ганггам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отпусти мне, батюшка, грехи Знаю, у меня их очень много Выслушай, прошу, и помоги Ведь хочу покаяться пред Богом Я закрою глаза, я забуду обиду Я прощу даже то, что не стоит прощать Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду песню петь И вину угощать Приходите в мой дом Мои двери открыты Буду песню петь И вину угощать Конкурс, он уже вам знаком Мы его уже использовали в нашей конкурсной программе Это Ну, вопрос-ответ, но отвечать не ртом Скажем так Но для этого конкурса Нам понадобятся, ну, взрослые, наверное, участники Три у нас постоянных уже есть Нам нужно пять Давайте Нет, детки, руки не поднимаем даже Давайте, взрослые Тем, кому, скажем так, уже хотя бы за 25 Давайте Там Видим, видим, видим Наталья Ивановна Давайте Вам этот конкурс уже знаком? Ну, идемте к нам Давайте Так Еще не вижу У нас есть представители из другого Девочки сидят в третьем ряду Две Давайте, поддержите своих участников Давайте Очень хорошо У нас уже и строй Нам еще нужно двое Ну, давайте кто-нибудь еще Желающие Так, одеваем экипировочку Наталье Ивановне Выдайте костюмчик, пожалуйста А у нас здесь уже все образовало Ну, а теперь просьба к участникам выстроиться в одну линию Передом Выстраиваемся в одну линию И участникам, и присутствующим в зале Известен этот конкурс Но по условиям конкурса вы знаете Мы задаем вопрос Участники отвечают на него Но тем самым они отвечают не ртом Не словами А они отвечают Перебежкой и составлением слова Из букв Все готовы? Да Давайте назовем буквы Так Спереди буковки Я Е Р А Т К С М Повернулись И запоминать, какие буквы у вас сзади О А У К Г Н Ч У Последний раз все посмотрели Обернулись назад Заглянули за спину Посмотрели буковки Самое длинное слово Это слово будет из пяти букв Не всегда будут участвовать все буквы Поэтому здесь нужно будет включать Не только сообразительность Но еще и скорость Хорошо? У вас для этого конкурса есть всего лишь две минуты Вопросов у нас очень много Их аж 15 Слушаем внимательно И Раз Два Три Поехали Что никогда не упадет летом? Нет Нет Я первый Я не приезжу У птицы крыло У человека Я Ребята Правильный ответ Ру Нет Неправильный ответ У птицы крыло Агро Рука Да Ру 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 Молодцы В школе прозвенел звонок Значит начался Звонок Ой, как это буду? А то у тебя юбки Там могут повторяться А вот Чуть-чуть музычки, чтобы было не все Ге-ге-ге-ге Женя На собой посмотри Ольга Анатольевна Вспоминаем фильм Москва слезам не верит Он же Гога Он же Гоша Он же Жора Неправильный ответ Гена Гена У вас время Вы опоздаете Ребята Гена Собирай Сделайте нам чуть-чуть музычку, чтобы было веселее Наверное Наверное не уложить Для нас Деталь ударно-спускового механизма Современном огнестрельном оружии Предназначенная для Ну давай Разбивания картера и производства выстрела Ребята, курок, время закончится Молодцы На дворе темным-темно Месяц смотрит нам в окно Спят в кроватке сын и дочка Значит наступила Машка Молодцы Она бывает резаной, колотой, рваной, рубленой, огнестрельной Рано 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 Максима, Александр, вы не подходите Рано Рано Молодцы Продукт питания для сельскохозяйственных животных Сена Я вообще не нашу Сена 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 А если роботан повернется обратно Сена 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 Как она упадет, так и свет пропадет Сена Нет 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 Это осадки Как она упадет, так и свет Как она упадет, так и краса Правильно Русские его называют платье, а украинцы Свет Субтитры Субтитры Ну, видимо, не стоит говорить, да, что время давно закончилось. Молодцы. Что мешает нашим машинам ездить по дорогам? Русские просыпаются утром, а для нас начинается рано. Рано. Нижняя часть уха, состоящая не из хряща, а из жировой ткани. Мочка. 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 Полностью отревесневший боковой побег дерева. Полностью отрелись не в шипотовой побег дерева. Молодцы! Справились на ура! Ну и наши помощники получают свои денежные призы и сладкое поощрение. Можно, Женя. После того, как ты сегодня выставил, тебе можно всё. Спасибо. Я с другого раза. Хорошо. Почему я знаю, я с тобою закрутил, и за что тебя я полюбил. За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, за твои такие нежные глаза. Полюбил тебя я не на шутку. Полюбил и нечего сказать. Полюбил тебя я не на шутку. Богу-то голосом своё сердце добил, И за что тебя я полюбил. За твою красивую улыбку, За твои такие нежные глаза, Полюбил тебя я не на шутку, Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, За твои такие нежные глаза, Полюбил тебя я не на шутку, Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, За твои такие нежные глаза, Полюбил тебя я не на шутку, Полюбил и нечего сказать. За твою красивую улыбку, За твои такие нежные глаза, Полюбил тебя я не на шутку, Полюбил и нечего сказать. Пусть сой NPC нечего сказать. ha ha长 milyopiopiopiopi za kamuo można Мы желаем вам здоровья, улыбок, всего самого наилучшего И сегодня вам дарили праздничное настроение Конечно же, участники нашего Дома культуры Счастливцевского Участники Стрелковского сельского Дома культуры Также Югорский сельский клуб Коллективы Стрелковая Югорка И естественно наши, 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 наши Нарячие любимые, уважаемые Счастливцева Еще раз с праздником вам удачи, здоровья и мира АПЛОДИСМЕНТЫ